Здравствуйте, гости и зрители моего канала! Вас приветствует Татьяна! Сегодня была на рынке и купила вот такие вот замечательные свиные ножки. Чистенькие, аккуратненькие. И хочу сегодня сделать холодец. Но холодец буду делать не просто на один раз, как говорится, покушать, а еще сделаю его на зиму. Хорошенько почищу, помою. Ну вот, мясо я помыла. Посмотрите, какое красивое. Жира мало, поэтому холодец у меня не будет сильно жирный. Поэтому я и косточку говяжью покупать не стала. Я думаю, и так будет замечательно. Перекладываем мясо в кастрюльку. У меня 5-литровая кастрюля. Я надеюсь, что у меня сюда все уйдет. Я взяла 2 килограмма. Кстати, мясо недорогое. Я даже удивилась, когда брала всего лишь вот эти места, коленочка и сама ножка по 60 рублей килограмм. А вот эта вот более мясистая часть по 80 рублей килограмм. И получилось у меня вот это все на 200 рублей. Здесь получается где-то 3 килограмма. Так, вот так. Заливаем холодной водой. Так, чтобы мясо было покрыто полностью водой. Ну, вот так. Ну, немножечко еще, наверное, добавлю. Ну, где-то вот так. Все, ставим на плиту. Положим в кастрюлю целую луковицу. Вот так. И морковку. Ну, у меня большая морковка. Она сюда целиком не поместится. Поэтому я ее вот так вот разрежу. Такие кусочки, на крупные кусочки. Вот так. И тоже сюда положу. Вот так. Положу вот так столовую ложку соли. Будем делать соль по вкусу. Чтобы не пересолить. Немного перца. И кладу вот чесночок. Лавровый лист я пока класть не буду. Положу его попозже, ближе к готовности. А теперь прикрываем крышкой. И оставляем вариться часов на 5-6. Мясо у меня готово. Варилось оно 5 часов на очень медленном огне под крышкой. Хорошо разварилось. Посмотрите, как отделяется хорошо мясо от костей. Дадим мясу немного остыть, чтобы потом убрать косточки. Пока мясо остывает, процеживаем бульон через сито. Косточки из мяса я удалила. Это мясо можно пропустить через мясорубку. Но я так не люблю. Я люблю, чтобы мясо было вот так волокнами. Поэтому я его измельчаю с помощью вилки. Вот так. Так мне нравится намного больше. Мясо выкладываю в процеженный бульон. И кипячу минут 15-20. В это время можно положить лавровый лист. Но в конце я его убираю. Потому что не люблю, когда сильный запах лаврового листа. Банки и крышки, в которых будет храниться холодец, обязательно стерилизую. Готовый холодец в горячем виде раскладываем по банкам. И закручиваем железными крышками. Храню я такой холодец в холодильнике. Потому что это мясной продукт. Ну и я боюсь его хранить просто так. Долго не храню. В течение 3-4 месяцев мы этот холодец, конечно же, съедим. Думаю, что он и 2 месяцев не успеет простоять. Вот столько холодца у меня получилось. 3 баночки еще чуть-чуть осталось нам сейчас покушать. Очень жаль, что у меня маленькая кастрюля. Я бы сварила обязательно больше. Ну ничего, сварю еще раз. А на этом все. Всем пока-пока!